добрый суток всем добрые наши волшебники с вами волонтер бездомных животных и привет творить добро наталья сегодня я хочу поговорить о том что очень многие пишут да знаете ли вы о трагедии в якутии я хочу вам сказать что я как никто лучше вас знаю что происходит на самом на самом деле в якутии ну начну с того что это отголоски 19 года да 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 сегодня я вышла к вам с заявлением потому что я как волонтер как волонтер расскажу вам о том что происходит на самом деле девятнадцатом году когда в марте месяце были убиты собаки действующие волонтеры якутии именно действующие которых вы не знаете но они там есть они не остались безразличные к этой ситуации они забросали письмами администрацию президента суды прокуратуры бурматова и именно те волонтеры которые проживают на территории якутии они поверьте мне там есть этот волонтер свое время помогла нам в отлове боли спасла боли эта девушка она честный и истинный волонтер волонтер в якутске которая также спасает покалеченных собак или вы думаете их там нету нет они тоже там есть они также попадают под машины но единственное где она есть это в одних соц сетях этот человек который брак борется в якутии за права животных из первых дней мы с ней общаемся они контролируют с утра до ночи ситуацию в якутске обмораживают свои руки где она присылает мне фотографии и ее дословные слова трупов нет отлов работает негуманно трупов нет следов нет и пока я даже на своей страничке в инстаграм не выкладываю об этом посты потому что и заявление нет до собаки пропали но сколько что пока это все как бы она не знает но этот человек вместе со своей семьей также как и я с поддержкой своей семьи борется за права животных в якутске и именно президент российской федерации до прокуратура суды бурматов считает ее предводителем волонтерского движения и якутии и такие люди они всегда бывают в тени но давайте рассмотрим ситуацию так ппж они отстояли именно они она ее страничке в инстаграм тоже есть все заявления которые были посланы на имя бурматова рассматриваем ситуацию в девятнадцатом году дело не довели до логического конца повторение ситуации 21 год а знаете как в россии работают власти то есть я пишу письмо соответственно на а президента российской федерации это письмо автоматом отправляется на органы власти якутии соответственно какой они пришлют ответ как работает прокуратура таким же образом мы пишем на прокуратура на прокуратуру города москвы прокуратура отписывается посылает письма обратно на региональную прокуратуру то есть в россии это круговая порука давайте возьмем бурматова он единственный человек в российской федерации наверное да при вообще в российском в российском правительстве который также в одиночку в одиночку борется за права животных но он один не в состоянии что-то сделать ситуация ситуация в якутии пока до конца сейчас на данный момент неизвестно сколько пропало собак что случилось с собаками и где эти собаки находятся это я знаю досконально достоверно и эта информация я владею с первых дней поэтому какие ужасы вам показывают на других каналах это пока вопрос вы никто не были на данный момент в якутии весь мир сейчас обсуждает ситуацию якутии вы ее обсуждаете на эмоциях и на чувствах люди давайте включим свой разум человек существо разумное я заявляю вам как волонтер те деньги которые вы переводите на вывоз якобы собак на вывоз вы найдите действующих волонтеров якутии и если уж вам так не безразлично действительно судьба животных организуйте в якутии достойный приют те деньги которые вы сейчас тратите на вывоз можно в якутии построить шикарный приют с действующими волонтерами которые реально там есть и которые реально спасают жизни животных вдумайтесь потому что вывозить их бесконечно это не решит проблему когда прошел прошел слух в якутии что якобы ппж будут отдавать опять жилищ комсервису именно волонтеры якутска начали забрасывать письмами бурмато и в ппж я хочу сказать уже в течение года когда к власти пришла екатерина без ручка достаточно все неплохо собаки содержатся в хороших условиях у собак полные холодильники у собак есть еда даже волонтеры якутска некоторые приезжают туда за едой когда у них не хватает средств в прошлую зиму слова волонтера дословные вам прошлую зиму ни одна из собак в морозы не вывезлась за пределы отлова всю зиму собаки просидели в отлове и только по весне их стали выпускать и я верю этому человеку потому что этот человек волонтер от бога она честная и искренняя она не занимается показательными выступлениями она борется за права животных также в принципе как и я 8 лет в своем городе боролась за их права зеркальная ситуация 19 год первый раз в жизни у меня тоже была страничка только в одноклассниках 19 год я уезжаю в санкт-петербург и первый раз в жизни на своей страничке я опубликовала о том что меня не будет у города в ночь с 15 на 16 я в 5 утра кормила всех бездомышей и говорила им зайки потерпите меня не будет как-нибудь выживайте 7 20 у меня приходит на перрон поезд и я получаю первые фото расстрелянных собак при приехав в санкт-петербург я подняла всех я подняла город я подняла волну все звонили на горячую линию начали писать письма но соответственно еще раз говорю что все наши писульки и все эти письма приходят на местную администрацию 18 числа 18 октября мне поступает в 10 30 звонок в спб где люди плачут и говорят что в одном из кафе у нас есть такой кафе сильв там жила собака белка у нее была трещинка подростка приехала машина успели заснять машину следы крови и убили собак на глазах детей и их родителей я с спб вызывала полицию в это кафе они приехали через час не опросив ни одного свидетеля люди до конца стояли ждали не опросив ни одного свидетеля они зашли в кафе посмотрели камеры соответственно вышли и уехали вот так работают наши органы в российской федерации к сожалению и уже приехав в город мне в одноклассниках в личку написал дмитрий губин вот за что я хочу сказать большое спасибо димки что он появился в нашей жизни сейчас этот человек монтирует нам ролики помогает насколько это возможно дим спасибо тебе большое это также наш фотограф в нашем приюте но суть в чем суть в том что у дима большие связи дима поднял ртр услышите первый тульский газета слобода то есть подключили все возможные каналы вся достоверная информация у меня есть одноклассников когда приезжали сюда когда приезжала пресса когда мы с людьми ездили в приют отлов искали своих собак а вот и все обещали клятвенно нам помочь у нас были все доказательства все улики мы собирали трупы в городе трупы с дротиками но к сожалению в тот момент когда выпустили передачи я поняла что вся наша жизнь это шоу это шоу то есть канала и телевидение смонтировали то что выгодно им не нам им и после этого у меня пришло полнейшее разочарование я перестала вообще смотреть телевизор вот потому что все что сейчас показывают по телевизору это шоу для меня это шоу и знаете как оставалось совсем чуть-чуть то есть написать заявление в полицию предоставить факты все улики у нас все были на руках и конечно должны быть присутствует свидетели но когда дело коснулось именно идти в полицию многие кто поддерживал меня во время вот этого убийства а убита у меня было 230 собак чипованных стерилизованных мной именно мной это мои труды у нас не работает отлов хотя по факту они должны работать но они к сожалению не работают поэтому возила сама на бесплатную стерилизацию она существует по всей россии слава богу должна по крайней мере существовать и когда дело коснулось того чтобы пойти в полицию написать заявление многие мне написали в личку наташ прости извини мы уважаем твой труд твое дело но мы все боимся остаться без работы люди боятся мы живем в такое время что люди боятся хорошо дело дело не пришло к логическому завершению 21 год 20 год было тихо спокойно все 21 год с апреля месяца страстную неделю начались первое отравление с апреля по декабрь месяц вот в этом городе в котором проживаю я отравлено 500 тире 600 собак это только тех каких знала я собак травили пачками особенно в гаражах если кто давно на моем канале там есть ролики где я ездила в гараже и кормила животных люди звонили весь город звонил на собаки бились по 20-30 штук в конвульсиях но к сожалению мы не могли помочь им потому что в этот раз было все изощрено до такой степени что там добавлялся не только тубозит мы так предполагаем что там еще добавлялась красивая отрава это больно это больно когда ты 9 лет одна сражаешься против всего мира 9 лет ты ездишь кормишь собак а потом вдруг в один момент у меня в одной секции гаражей было 300 собак сейчас там их осталось 10 с мая месяца я перестала туда ездить потому что когда мне звонили бабушки города и просили помощи на тот момент во всех аптеках пропал витамин b6 он просто пропал и мы понимали что это какая заказная акция и я звонил тамаре в рязань вы знаете да что собаки лечу в рязани и они по всей рязани ездили скупали нам витамин закупили они его нам почти на 9000 но к сожалению витамин не работал собаки уходили и уже когда попался одна домашняя собачка мы ее откачивали до 6 вечера мы поняли что там еще в составе намешана крысинная трава то есть вы понимаете насколько это почему в одном из роликов я сказал лучше бы убивали лучше бы стреляли потому что как умирают собаки при отравлении это страшно на самом деле страшно и когда тебе звонят и говорят что вот 20 собак бьются в конвульсиях ребят я просто ложил трубку и не ехала потому что я понимала что я не смогу почему я буду помогать одной собаке а другие будут на моих глазах умирать я начала просто уже истерить и кричать этим же бабкам этим же людям которые вроде бы жалко животных да сделайте вы в конце то хоть что-нибудь ну напишите вы куда-нибудь поднимите волну я не могу сейчас этого делать я не могу себе этого позволить почему объясню потому что за моей спиной приют 130 душ которые доверили мне свою жизнь и я не имею права на риск я не имею права рисковать жизнью своих животных потому что я знаю что я ничего одна не добьюсь поэтому те кто сейчас всем миром переживает за якутию услышьте меня как волонтера как деть как человека 9 лет спасающего жизни животных бурматов говорит 70 заявлений в суде расхищение средств идет бешеная по 2 миллиарда в год выделяются на приюты но приюты не строится в россии поэтому мы и живем за счет пожертвований людей мы волонтеры мы волонтеры спасающие действительно жизни животных мы живем за ваши средства и спасибо вам огромное я всегда говорю чтобы хватало на больницу на клинику на лечение меня тоже никто не знал восемь лет это меня судьба свела просто наверное самый тяжелый момент моей жизни с марианной за что я всегда буду говорить и искренне большое спасибо познакомила меня с вами с моей большой семьей поэтому если вы хотите помочь якутским собакам найдите действующих волонтеров якутии отправляйте им эту помощь на строительство приюта только приют услышьте меня только приют поможет в разрешении данной проблемы почему я тоже всегда прошу обращаясь к вам что нам бы расширить приют нам бы построить вольеры я могла бы больше с улицы спасти собак город опустел я выезжаю в 11 ночи кормлю сейчас оставшихся бездомышей и буквально я вам говорю я перестал с моей месяце ездить в гараже потому что это больно на самом деле больно а больно почему потому что когда ты едешь они уже слышать звук твоей машины они знают что это ты они пляшут радуются машут своими хвостиками а сейчас нет никого в одном из секций гаражей от 300 собак осталось 10 но все таки после нового года я не знаю не выдержала у меня душа я заехала и там всего 10 собак но зато я сами знаете да в прошлом ролике я показывала что я увидела и нашла вот такое маленькое чудо мэрсика он лежал на у него не было мама я не знаю как он выезжал он лежал и на трубчиках своих братишек сестренок их было пять я не знаю как он выжил да мэрсик передай всем привет ну наверное знаете как всегда говорю меня господь посылает меня посылает господь в какие-то такие основные моменты я всегда говорю и вы понимаете что я не устроила шоу на гибели своих собак я борюсь насколько это возможно но услышите меня все волонтеры россии один в поле не воин это доказано доказано моей практикой хотя на самом деле я смелая я не боюсь я не боюсь критики я не боюсь ничего а почему я не боюсь потому что я честный волонтер и мне скрывать нечего я всегда была за честность за искренность и за порядочность но зарабатывать на простите меня на животных делать пиар и шоу это не по-божески он там есть я всегда говорю не забываем о том что я всегда уповаю на господа бога и на бумеранг они есть в этой жизни поэтому сейчас мы позовь такой еще ко всем волонтерам россии нам надо создавать единую волонтерскую базу нам надо общаться друг с другом кто себя действительно считает волонтером мы должны создать единую базу волонтеров и то есть при первой там ситуации когда вот я допустим мне говорили об отравлениях что они начнутся но что это будет очистка города я конечно не предполагала никогда допустим я услышала что в моем городе будет такой-то такой-то ажиотаж мы как волонтеры мы должны вместе вставать плечо к плечу писать плакаты выходите на митинги понимаете в защиту прав животных в россии мы люди которым не безразлична судьба этих животных россия мы деградируем мы деградируем все основы должны быть на добре люди опомнитесь мы с собой туда ничего не заберем поверьте мне и перед богом мы будем все равны мы каждой ответим за свою живите по средствам я понимаю сейчас всем тяжело да пенсионер у нас нищие но к сожалению к сожалению мы же все сейчас сидим дома мы все спрятались вспомните как было раньше все поддерживают друг друга было дружным было хорошо поэтому сейчас нам надо волонтером россии сплотиться давайте создадим единую базу давайте будем поддерживать друг друга вы кричите там почему блогеры не помогают в якутске я рассказал вам свою ситуацию города почему я должна чем якутские собаки скажите мне лучше моих собак погибших 600 душ 600 слушайтесь число мне бы здесь их спасти мне бы здесь с ними разобраться а я не могу один поле не воин девочки поэтому волонтеры россии услышьте мой позыв давайте объединяться давайте создавать один единый час чат один единый реестр давайте вставать плечом к плечу в защиту бездомных животных давайте покажем нашему правительству что нас много что мы тоже можем объединиться что мы тоже хотим жить в добрый честный без убийства россии куда мы катимся куда а вам еще всем хочу сказать всему миру объединившему сейчас спасение якутских собак включите свой пожалуйста разум постройте в якутии приют только таким образом мы сможем спасать животных не вывозом а приютами на которые выделяются средства но к сожалению они до нас не доходят и у меня был бы у меня приют больше построила бы я эти вольеры я пересадила бы больших собак вольеры я могла бы больше собак спасти с улицы но к сожалению пока нас мало мы еле-еле выживаем вот такой сегодня мой ролик и можете закидать меня камнями мне все равно я была честным искренним волонтером и я им остаюсь я им останусь на все на всю жизнь пока господь дает мне силы я в свое время вывезла собак с якутии с квартиры спасла все живы здоровы все поросята и сделаю обязательно отдельный ролик про них чтобы вы увидели как живут мои якутские собаки да у меня в целом все собаки живут очень хорошо все кто берет моих собак семьи мне все говорят в личку спаси большое гната не не поверите что мы не верим что они с приюта они все социализированы и все адекватные потому что я стараюсь им дать всю ту любовь и всю ту ласку которую они не получали а еще у меня большая просьба к родителям к будущим родителям воспитывайте правильно детей прививайте любовь к животным у детей с детства чтобы дети наши росли добрые и искренние честные добро но именно идет с воспитания она закладывается и как говорят психологи что прививайте любовь к животным с детства чтобы дети действительно росли добрые ответственные следующий ролик будет а греша и раиса вы там спрашивали про грешу я дважды вам отвечала вы наверное просто не прочитали не все так хорошо как бы нам хотелось ждите ролик и следующий ролик будет про особенных детей не забываем что у нас не оплачена передержка что у нас висят пока дети без питания без оплаты с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приют творить добро наталья мое сердце мое сердечко вам спасибо что вы со мной спасибо что вы с вами еще хочу сказать большое искренне спасибо симона ваши комментарии мой адрес они они вы меня как будто чувствуете у меня как будто чувствуете да я одна все на этих плечах я уезжаю в 11 кормить бездомышей сейчас у нас большие снегопады и приезжает только в 3 часа ночи но я счастлива я счастлива что я покормила их передала им от вас привет и что именно за счет вашей большой семье я могу помогать тем для меня бездомыши это именно самая такая проблемная зона потому что они морозах в метелях сугробах выживает только благодаря вам и вашей помощи ну так же в принципе как мой приют но в приюте деткам намного получше поэтому ждите следующие ролики оставайтесь нами со мной с большим уважением к вам еще раз говорю волонтер бездомных животных приют творить добро наталья всех люблю всех читаю простите нет времени писать вам ответные комментарии но пока вот пока нас команда очень маленькая я думаю что со временем нас будет больше и я может быть смогу взять кого-нибудь на работу в приют ну может кто-то придет к нам развивать наши соцсети ну пока мы копаемся вот так вот небольшим своим кружком но я безумно счастлива я безумно счастлива что мы дарим жизнь и знаете что я еще хочу сказать в конце отметить то что те особенные хвостики которые сейчас у наталья и вадим на передержке с одной стороны может быть и хорошо что с ними случилось какая-то та или иная ситуация потому что после отравления в этом городе я думаю что они тоже были бы уже на радуге как то так большое спасибо всем за внимание